Всем привет! Сегодня я хочу прочитать вам книжку под названием «Письма Баламута» автора Клайфа Стекуса Льюиса. Введение мы пропустим, которое вступление. Если вам будет интересно, вы сможете прочитать его сами. Смой первый. Мой дорогой Гнусик, я вижу, ты следишь за чтением своего подопечного и за тем, чтобы он вращался в кругу своих друзей-материалистов. Но мне кажется, ты немного наивен, полагая, что аргументы смогут вырвать его из объятий врага. Это было бы возможно, живем несколькими веками раньше, когда люди еще прекрасно умели отличать доказанное от недоказанного. И уж если что-то доказано, они и верили в это. Тогда еще не теряли связи между мыслью и делом и как-то могли изменить свою жизнь сообразно умозаключению. Это мы исправили при помощи еженедельной прессы и других средств. Твой подопечный с младенчества привык к тому, что в его голове кружится одновременно добрая дюжина несовместимых воззрений. Концепцию он воспринимает прежде всего как не истинные или ложные, а как теоретические или практические, устаревшие или современные, банальные или смелые. Самоуверенная тарабарщина, а не аргументы, поможет тебе удержать пациента вдали от церкви. Не трать время не на то, чтобы убедить его в истинности материализма. Лучше внуши ему, что материализм силен или смел, что это философия будущего. Доводы неприятны тем, что год приходится вести на территорию врага. Конвей тоже умеет убеждать. Однако в той пропаганде, какую я предлагаю тебе, он, как показывает наш многовыковой опыт, не идет ни в какое сравнение с нашим отцом. Доказывая, ты пробуждаешь разум подопечного, а если разум проснется, кто предугадает результат. Даже если при каком-то повороте мысли случится так, что в выгоде будем мы, ты затем обнаружишь, что отвлек внимание от потока непосредственных переживаний, плавающих на поверхности, и самым пагубным образом направил его в глубину. Твоя же задача как раз в том, чтобы приковать внимание подопечного к постоянно меняющимся чувственным впечатлениям. Учи его называть этот поток настоящей жизнью, и не позволяя задумываться над тем, что он имеет в виду. Помни, в отличие от тебя, твой подопечный небесплотный дух. Ты никогда не был человеком. В этом отвратительное преимущество нашего врага, и потому не можешь представить себе, как они порабощены обыденно. У меня был подопечный, крепкий отъезд, который занимался иногда в Британском музее. Однажды, когда он читал, я заметил, что его мысли развиваются в опасном направлении. Враг наш, конечно, тут же оказался рядом. Не успел я оглянуться, как моя 20-летняя работа начала рушиться. Если бы я потерял голову и привернул к доводам, все пошло бы на смарку. Но я не настолько глуп. Я тотчас сыграл на той струнке моего подопечного, которая больше всего была под моим контролем. И намекнул, что сейчас самое время пообедать. Враг, по-видимому, сделал контр-выпад. Никогда невозможно точно подслушать, что он говорит. То есть дал понять, что эти размышления важнее обеда. Наверное, так оно и было, потому что, когда я сказал, «Да, это слишком важно, чтобы заниматься этим на голодный желудок», подопечный заметно повеселел. А когда я добавил, лучше вернуться сюда после обеда и тогда подумать как следует, он уже был на полпутик двери. Когда он вышел на улицу, победа была за мной. Я показал ему разносчика газет, выкрыкивающие дневные новости и автобус номер 73. И прежде чем он коснулся подножки автобуса, он уже непоколебимо верил, что какие бы страшные вещи и мысли не приходили в голову, когда уединишься с книгами, здоровая доза настоящей жизни, под которой я в нем подразумевал автобусы разносчика, сразу покажет, что таких вещей просто нет. Он знал, что избежал опасностей и позднее любил говорить о том неизъяснимом чувстве реальности, которое надежно защитит откральности чистой логики. В настоящее время он благополучно пребывает в доме отца нашего. Улавливаешь в чем тут дело? Благодаря процессам, которые ему пустили в ход несколько веков тому назад, людям почти невозможно верить в незнакомые и непривычные. У них перед глазами всегда незнакомые и привычные. Набивая до отказа своего подопечного обычностью вещей, но невздумая использовать науку, я имею в виду науку настоящую, как средство против христианства. Наука вынудит его задуматься над реальностями, которых он не может ни коснуться, ни увидеть. Среди современных физиков есть печальная тому примера. А если уж ему непременно нужно барахтаться в науке, пусть займется экономикой или социологией. Не давай ему убежать от этой бесценной, действительной жизни. Пусть лучше совсем не видит научной литературы. Внуши ему, что все это он уже знает. А то, что ему удается подхватить из случайных разговоров и случайного чтения, достижение современной науки. Помни, ты там для того, чтобы его обманывать. Судя по высказываниям некоторым из вас, молодых весов, можно подумать, что вы поставлены учителем. Твой любящий дядя Баламук. Ну что, мы с тобой не будем разговаривать? Почему это меня смотрит? Ну а что, давай что-то можем обсудить? Не, у меня вообще интересно это перечитывать еще раз. Мы же слушали эту книжку? Два раза. Два раза слушали, да. И я очень рад, что мы ее еще раз перечитываем сейчас. Потому что какие-то вещи забываются, затираются. И вот, когда ты перечитываешь их, они вновь в себя являются. Самое интересное, что перечитывая это письмо, во-первых, я замечаю, что там написано про меня. А еще я замечаю, что там написано про моих знакомых. Ну а, про всех нас написано. Я вот, не знаю, эти знакомые, про которых там написано, они увидят ли там себя, если они будут это смотреть? Это интересно, это можно вот сейчас даже спросить. Напишите в комментариях, если вы себя здесь заметили. А если заметили, то каким образом там? Дайте подробную характеристику. Паспортные данные приложите. Да. Пароли, ябки. Да. Ну, вообще, да, это такой очень интересный мысленный эксперимент для каждого человека. Потому что вот уже здесь, вот уже такая плотность, да, в первом письме, что есть над чем подумать. Да. Сразу много всего представляется, сразу много примеров, может быть, как из окружающего, так и из личной жизни. Мне интересно, что вот этот самый главный верховный дед, грубо говоря, как он говорит о действительности жизни, что действительность жизни – это не то, что мы видим. Что он говорит про действительность жизни, он это употребляет в кавычках, когда говорит про разносчика, газет, автобусы и все, что вокруг нас. Мне это нравилось. Что именно? То, что он подменяет понятия, нравится, или то, что… Нет, то, что он подменяет понятия, мне вообще не нравится. Да. Ну, а что ты имеешь в виду, что нравится, что с точки зрения того, что толкает на мой след, или что? Нет, что здесь очередной раз уже с другой стороны показывается действительность жизни в нематериальном. Все, я не знаю, что такое. Нет, я просто пытаюсь понять, что нравится конкретно. Ну, я с тобой сказала, конечно. То, что он является примером того, что есть нематериальное этим, да? Нет. Или что? То, что оно говорит о том, что то, что действительно значит, это нематериальное, даже без. То, что действительно значит? А, да, я тоже обратил внимание на то, что… Вот, если я представил этого человека, который сидел в библиотеке, у него-то начали… Нет, это я, когда начинаю открывать какие-то такие духовные книжки, я понимаю, что я читаю, ну, полголовы, и потом я начинаю или хотеть есть, или хотеть пить, или хотеть спать. Да, да. Не, просто я имел в виду о воздействии. Смотри, там же как написано, что он только начал уходить мыслями куда-то, а не туда, тот его сразу чик, иди сюда, родной. И под предлогом вывел его, а дальше уже все. Дальше он ему хлопнул дозу реальности, показал, что вот, смотри, какой прекрасный мир вокруг, типа. Кавычный. Кавычный, да, прекрасный мир вокруг. Ты там засиделся, у тебя там мысли закоптились, вон, вдохни воздуха, типа, и все окей. То есть он как бы в этом нашел облегчение, этот человек, потому что он еще не навыкал в том, что есть вот эта другая реальность. И, естественно, ему кажется, та реальность, которая реальна, обычная для него, она для него спасительная. И он такой уже с облегчением, типа, знаешь, вышел, типа, фух, наконец-то попустила. То есть его начало напрягать то, что он сидел и думал об этих вещах. Но я не думаю, что его начало напрягать. Ну, он же срастается, человек, который вот что-то делает, да, любой человек, он же с чем-то срастается с тем, что он делает. Скажем, например, там, ну, не знаю, ты привык с утра пить кофе, да, ты с этим срастаешься, и потом попробуй отказаться от него с утра, тебе уже сложно. То же самое здесь. То есть ты срастаешься с определенным образом мысли, скажем, вот с таким, как он описывает, с видимым, типа. И ты уже, когда начинаешь копать, там, ну, какую-то метафизику изучать, канты, там, читать или что-то еще такое, философию, ты такой, у тебя уже как-то, ну, не хочется, больно, тяжело, понимаешь? То есть инерцию нужно ломать, а это всегда неприятно. Вот я, что имел в виду. А и вот, как бы, он на этом сыграл, что, типа, все, и он, помнишь, он оканчивает тем, что сейчас он почивает в доме отца моего. То есть это означает, что человек так и не вырвался из тисков материализма и видимой реальности. То есть он так и остался думать, что вот автобус и разносчик – это есть реальная жизнь, грубо говоря. Ну, это метафора, ну, понятно, да? Я вот так это воспринимаю. И что это, ну, это повсеместно. Это постоянно потому, что мы очень сильно чувствуем все. Очень сильно. И мы срастаемся с этим чувствованием. Чувствовать само по себе – это классно. А вот срастаться с ним – это уже несет определенные риски. Очень сильно. Человек закрывает себя. А вот ты на что чувствуешься, то есть чем с остаться? Ну, я имею в виду чувствование материальное, там. Вкушение всяких. А мне вообще не было это плохо. Ну, почему? Это неплохо, я говорю, если это… Но для меня это плохо? Это понятно. Для всех плохо, если мы подразумеваем, что есть еще другие чувства. Но если, вот, представь себе человека, который только так и привык. У него нет другого, да? У него нет опыта в другом. Или он его не помнит. Такое тоже может быть, да? В детстве у всех этот опыт есть. Но мы его просто не помним. Когда, ну, мы нематериальным живем. Когда мы не думаем про то, как поесть, что поесть, как вкусно поесть. Просто едим, нам там, мама удала покушать, мы покушали, побежали дальше играться. Там, в песочнице. И все, мы живем совсем не этим. И поэтому мне кажется, что тут главное различать чувствование материальное и чувствование нематериальное. А материальное чувствование, оно очень сильно именно зажимает в тиски, и ты думаешь, что это единственное, что есть. На самом деле, это вовсе не так. Этому опыт вообще, ну, мировой просто об этом кричит весь опыт. Вот так в этой книжке это и все описывается. А это только первое письмо? Ну, с первым письмом все, а на следующей неделе Дима почитает второе письмо. А, Дима почитаю, да? Ладно. Следующая очередь, мы будем читать. А, мы будем по очереди читать. Да. Ю-ху, класс, все, читаем по очереди письмового Мота. Следующее письмо будет читать Дима, следующее воскресенье. Если вам понравилось, скажите нам, если не понравилось тоже, но мы все равно будем читать, потому что это очень интересный письмо. Это круто, да. Но вы напишите все равно, потому что нам важен ваш фидбэк. Если фидбэка нет, то, собственно, мы не знаем, для кого мы это делаем и нафиг мы это все делаем. А нам очень важно, потому что мы люди из плоти и крови, мы не духи бесплотные. Так что, пожалуйста, пишите, не бросайте нас. Все, давай, на связи. До следующих чтений.